Учитель живет до тех пор, пока он учится. Как только он перестает учиться, в нем умирает учитель. Писал классик отечественной педагогики 19 века Константин Ушинский. С тех пор учительская профессия сильно изменилась, но эта истина не устарела. От учителя сегодня, как никогда, требуется непрерывное самообразование, быстрое освоение передовых знаний, технологий и практик. С учетом новых задач меняются и квалификационные требования к учителю. Они отражают появление у него дополнительных функций, иную расстановку акцентов в его профессиональной деятельности. Сегодня уже недостаточно просто преподавать предмет. Учитель должен участвовать в управлении образованием, разрабатывать для каждого ученика и совместно с ним индивидуальный образовательный маршрут. Это требует от педагога активной личностной позиции и постоянного самообразования, основанного на профессиональной рефлексии. Учителя будущего должны детей понимать, понимать механизмы их развития. Важно не столько учить, сколько создавать условия для развития. Пока что наши программы призывают и к доминирующей роли учителя, хотя на самом деле дети во многом умнее нас. Их надо направлять, быть внимательным и понимающим по отношению к ним. Эксперты подчеркивают, что задача школьного педагога не ограничивается передачей готовых знаний. Он должен учить своих подопечных самостоятельно, находить и грамотно использовать информацию. Следовательно, учитель обязан быть в курсе современных технологий, уметь работать с электронными образовательными ресурсами, приборами и приложениями. Профессия меняется. Уже сегодня учитель — это организатор образования ребенка. Ни детей, ни всего класса, и именно каждого отдельного ребенка. Уже утихли на конец разговор о том, что компьютер заменит учителя. Пришло понимание, что информационные технологии не заменят педагога, а становится инструментом его работы. Сегодня, в День Учителя, мы хотим поговорить об этой незаменимой профессии в современном мире. В студии Наталья Ушкова, учитель русского языка и литературы школы номер 80. Доброе утро. Наталья Ивановна, запятая, доброе утро. В первую очередь, конечно, поздравляем вас с профессиональным праздником. Вот я уже успела спросить, Наталья Ивановна уже 22 года в профессии, значит, она, как никто другой, точно знает, насколько со временем меняется отношение к профессии. Вот скажите, какого учителя сегодня хотят видеть современные родители, например? Как меняется отношение к педагогу? Ну, пользуясь случаем, я хочу поздравить своих уважаемых коллег с этим замечательным профессиональным праздником. Сказать, что кардинально меняются требования родителей сегодня к современному учителю, наверное, нельзя, потому что родители и дети всегда предъявляли высокие требования к учителю. Ну, это прежде всего сейчас связано с желанием их получить самые высокие баллы на ЕГЭ и ОГЭ. И кроме того, родители считают, что учитель должен активно заниматься воспитательной работой, причем с выездом желательно в Москву, в Петербург, с посещением всех музеев и театров Хабаровска. Только в этом случае они считают, что образовательные услуги будут оказываться качественно. А они как хотят, чтобы педагог вместе с их детьми прямо в Москву выезжал? Да, да, мы выезжали. За свой счет? Дважды. Нет, за счет родителей они организовали, конечно, планеты. Но это скорее инициатива педагога. Вот насколько современные учителя понимают необходимость общения не только в рамках класса и в рамках 45-минутного урока, но и за пределами со своими детьми. Нет, вы знаете, несомненно, вот эти поездки, они сплачивают детей, мы становимся ближе с ребятами. Конечно, это все очень здорово и познавательно, но, в общем-то, я думаю, что это на пользу всем. Конечно, просто мне кажется, что не все педагоги на это идут и не все готовы. Конечно, да. Это ведь все равно трата личного времени. Вот хотелось бы понимать, мы сегодня говорим о том, что современный учитель должен находить подход каждому ребенку индивидуально. Насколько к этому готовы педагоги? Потому что, ну вот я, например, как мама часто слышу, что все дети одинаковые. О каком индивидуальном подходе идет речь? Ну все же разные. Да, конечно, сейчас и школа меняется, школа вообще живой организм, здесь все время происходят какие-то изменения. Меняются и учителя. Вот, например, если посмотреть на молодых специалистов, то они отличаются от учителей-стажистов и стилем одежды, и манерой общения с детьми. Детям, в общем-то, достаточно комфортно с ними, свободно они общаются. Насколько это хорошо покажет время. Но и учителя-стажисты с 20-30-летним стажем тоже меняются. Например, вот в 11 классе я в этом году выпустила, взяла пятый. И я вижу, что это совершенно другие дети. И требуются новые подходы для того, чтобы с ними работать. Потому что прежние подходы уже устарели. Да, действительно, прежние подходы устаревают. Причем они устаревают чудовищно быстро. И сегодня, ну вот я в своем возрасте понимаю, что мне трудно понять поколение 20-летних. Мне трудно угнаться за тем, что их интересует. Мне трудно вообще понимать. Потому что я, в принципе, не знаю, что происходит, например, у них в ТикТоке. Где-то еще. И мы же понимаем, что система образования достаточно инертная система. Ее достаточно, ну, она медленно двигается. Трудно раскачать, да. Да, вот как сегодня учителя современные живут вот в этом разрыве, отрыве от детей, от системы образования? Ну, современные учители – это такой комплекс и знания своего предмета, и общечеловеческих качеств. И, конечно, постоянное стремление к самообразованию. В век компьютерных технологий, конечно, учитель должен иметь представление и об информационно-коммуникационных ресурсах, и применять это в профессиональной деятельности, конечно. Ну, и самое главное, современный учитель должен научить ребенка самостоятельному мышлению. И в эпоху гаджетов это становится все сложнее. Ребенок должен научиться выстраивать диалог и с учителем, и с одноклассниками, и, самое главное, с самим собой. Только это умение способствует дальнейшему самосовершенствованию ребенка. Ну, а если, допустим, посмотреть на современного учителя глазами школьника, то в одной из российских школ было проведено такое исследование, каким я вижу современного педагога. И дети отмечают, что это прежде всего друг, понимающий, знающий свой предмет, творческий, эмоциональный, и, самое главное, обладающий чувством юмора. А вот у Евгения Евтушенко есть такие слова. Поэт в России больше, чем поэт. Вот я думаю, что эти слова применимы и для педагога современной российской школы. Это однозначно. Вот скажите, а вот ваш подход, да, именно преподавательский к детям, он поменялся за эти годы? Потому что очевидно, что раньше учитель как-то вот действительно давал все знания здесь и сейчас, и потом проверял, насколько ребенок их усвоил. То сегодня учитель больше направляет, дает возможность ребенку самостоятельно найти эти знания, правильно их использовать. Раньше мы к этому подходили, ну, уже в более позднем возрасте, годам к 16. То сегодня это, наверное, с пятого класса уже нормальная практика. Да, да. Дело в том, что вот очень много технологий сейчас инновационных изобрела дидактика, которые помогают организовать вот такую активную деятельность на уроке. И поисковую, и исследовательскую деятельность. Вот, конечно, какие-то технологии приживаются, допустим, да, в творчестве учителя. Какие-то, наоборот, нет. Но мы активно их используем для того, чтобы организовать вот эту поисковую деятельность, для того, чтобы ребенок сам находил эти знания и умел их правильно потом использовать не только на твоем уроке, но и на уроках. То есть вот те самые, называются, метапредметные результаты, которые ребенок должен получить. То есть использовать эти знания на всех остальных предметах, там, на истории, на географии и так далее. Наталья Ивановна, мы еще раз сегодня поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем вам терпения, желаем того, чтобы и ваши ученики, и их родители, и вы вместе с ними двигались в одном направлении, в направлении правильных, нужных знаний. Это не простой процесс. Я вообще считаю, что учителя, они очень крутые. Да, очень крутые. Получайте удовольствие от процесса. Можно я еще буквально одно слово? Ну, в заключении мне хотелось бы сказать, что, конечно, меняется время, меняются дети, родители, учителя, меняются государственные стандарты, учебные программы. Но, по моему глубокому убеждению, неизменным должен оставаться вот тот духовно-нравственный стержень, без которого школа не сможет существовать. Это и такие понятия, как чести, долга, совести, умение быть благодарным, уважительное отношение к старшим, умение дружить. Вот это те, наверное, ценности, которые нужно сохранить в образовательном процессе. Потому что, если школа откажется от этого, то мы можем потерять ребенка. А этого нельзя допустить. Я думаю, те ценности, которые вы перечислили, они действительно не зыблемы. Спасибо вам огромное. Я напоминаю, что в гостях у нас была Наталья Ушкова, учитель русского языка и литературы, школа номер 80. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!